Привет-привет всем! Продолжаем обзор картин моих, моей живописи. Рассказываю я про картины, про их создание, как они создавались, что вдохновляло меня на создание этих картин, сколько времени, сколько сил, сколько души было вложено в каждую картину. Итак, сегодня у нас, я даже не посмотрел, это у нас две ели, две ели 2008 года. Хотя по-другому можно было назвать эту немножко картину. Эта картина написана 2 января, это можно сказать, или даже 1 января была поездочка такая. Очень точнее не картина, как я часто говорил, что очень мало вот таких вот картин, я пишу с натуры. Потому что в основном делаю этюды, и этюд это такое впечатление, очень быстро написано, то есть поймать состояние, вот это зимнее состояние, поймать достаточно трудно, потому что очень быстро уходит солнце. Если вы знаете, день короткий, и солнышко уходит очень-очень быстро. Вот эти тени, всё это, оно двигается моментально, оно встаёт невысоко, проходит над горизонтом, и буквально очень-очень быстро садится. Поэтому написать достаточно полноценную картину, даже такого размера, то есть 50 на 40 сантиметров, это не так легко. То есть вот эти вот всё нюансы прописать. Проще всего делать этюд. То есть у меня есть этюд 25 на 20 сантиметров, и потом с этого этюда даже можно, почему ещё легче? Ты в этюде ловишь всегда цвет, тон, состояние, настроение. Это достаточно быстро ловится. То есть этюд пишется вот такого состояния, ну, максимум час. Минут 40, час пишется. Это быстро-быстро-быстро создаёшь, вот этими пятнами цветовыми, тоновыми всё это создаёшь. Потом в идеале, конечно, делать рисунок. Рисунок делать дольше, так как я не график, потому что это нужен тоже очень большой опыт, чтобы делать рисунок. Опыт графики, то есть те же самые штриховочки делать. Это тоже надо много времени, и тут распыляться достаточно сложно. Сложно быть одновременно и графиком, и живописцем. Ну, для меня, по крайней мере, да. Поэтому мне всегда помогает фотография. То есть фотография у меня идёт как рисунок, как графический такой материал. Я беру фотографию, и с неё беру рисунок детали. А состояние, да, это всё, конечно, натурное. Так вот, 2 января справляли в деревне. Почему вид такой немножко сверху? Потому что это деревня. Деревня, там очень мало домов. Там домов 30, да бог. Небольшая деревня в Владимирской области. Но вот это вот самый большой дом. Трёхэтажный дом. Это с третьего этажа. Вот, ребята, такая интересная история. Они продали свою квартиру у нас в городе Орехово-Зуево. Знакомые мои купили себе вот этот дом. На пенсии оба. Все их отговаривали очень долго. Но они довольны безумно, потому что там большое хозяйство. То есть кто-то капитально это построил дом ещё в советские времена. Такой трёхэтажный капитальный. Видимо, у кого-то деньги были, да. Там большое хозяйство, баня. Всё, им хватило. Вот продав однокомнатную квартиру, купить такой шикарный дом. И они безумно рады и довольны. К ним ездит вся родня. Вот, справляют Новый год к ним. Невзирая на то, что там даже от Орехово-Зуево, это порядка 80-70 километров. А от Москвы километров 150. Тем не менее, все к ним ездят. Потому что очень уютный, очень большой, красивый, хороший дом. И вот мы туда приехали всей компанией. Они тоже пригласили меня отметить к ним Новый год. Очень шикарный. Баню там мы парились в бане. Сделали горку там насыпали. И с горки катались. И шикарно отметили и Новый год, там танцы и всё. И я с собой взял и дюдничек. Ну, машина. На машине несложно закинул просто и дюдник. Напишешь, не напишешь, это не важно. Первого числа, конечно, были не в состоянии все. Но второго числа я увидел вот это прекрасное состояние из окна с третьего этажа. И я сделал вот этот быстренький этюд, не поленился. И он меня привел к такой прекрасной работе. Да, там вот такие вот они очень-очень ровненькие. Даже по фотографии видно. Ну, видимо, вокруг нет никакого леса. Ничто не мешает. Вот эти две ёлочки выросли вот так вот прекрасно, красиво. И осветились солнцем. Вот эта вот банька стоит. Вот там ещё банька. Они такие стандартные. Там домики вот эти вот стоят на расстоянии. Видите, заборов особо нет. Потому что, ну, все друг друга знают. Очень маленькая деревня. Заборчиков нет. Вот. Один домик, второй домик. Банька, банька. И вот это всё мне так понравилось. Там поле, мотив. Так, мне так очень-очень понравилось. Очень вдохновил. Вот это, можно сказать, первый день Нового года. Ну, пусть будет второй. Можно сказать и первый. Потом я пожалел, надо было назвать первого января. Вот эту вот картинку. И вот под этим впечатлением, собственно, увидел, написал этот этюд. Ну, и потом создал такую картину. Как я говорил, на заказ, то есть, все цены я указываю в описании. Ну, цены будут, ну, там, зависит от инфляции, грубо говоря, меняться. Но на заказ я могу написать любую. В любом размере, даже в любом формате. Можно сделать более вытянутую, более вертикальную, горизонтальную, большую, поменьше. Там, естественно, да, и по цене она будет, конечно, варьироваться по-другому. Но, опять же, ни одна работа, она не будет, как бы сказать, душевно, морально и, как бы сказать, в плане творчества какой-то ущемленной или хуже, или лучше. Потому что в каждую работу все равно вкладываешь душу и эмоции. И здесь нет копии. Невозможно создать копию. Художник не может создать копию. Почему? Потому что он, ну, копию другого художника. Да, когда ты копируешься, когда учишься мастерству, то есть пытаешься перенять какие-то навыки, какие-то манеры письма другого художника, который тебе нравится. Вот, тогда ты делаешь, да, копию. Я извиняюсь, да, у меня насморк небольшой, поэтому я насморк. Вот, а здесь это называется авторское повторение, потому что ты все равно что-то меняешь, что-то дополняешь, что-то делаешь всегда, делаешь, да, получше. Да, вот, поэтому идеал, конечно, не идеал, а вот это впечатление неповторимое, это этюд остается, но каждая работа привносит что-то новое, новое, более яркое, более эмоциональное, еще там далее более продуманное уже. И каждая работа получается по-своему интересная, оригинальная и несет себе что-то новое. Так что, ребята, смотрите, любуйтесь вот этой вот красотой, ну вот, ну и по возможности, если хотите, приобретайте мои работы, буду очень-очень рад. Это помогает, да, творить, помогает жить, помогает двигаться дальше, писать в стол. Конечно, каждая работа должна, грубо говоря, окупаться, поэтому я не скрываю, что все свои работы мечтаю продать, потому что я напишу, по сути, еще много-много работ. Всем всего хорошего, подписывайтесь на канал, да, как всегда ставьте лайки, т.д. и т.п. С прошедшими праздниками сегодня у нас 7 января. Всего самого-самого вам наилучшего. Ну и сейчас я покажу работку видео поближе, более детально постараюсь показать. Я надеюсь, что качество видео позволит показать мазки, как работа проработана. Я сейчас сделал тут максимальное освещение, т.е. днём у окна. И цвет, я надеюсь, передаёт. Ну, немножко желтоватее она получается под этим освещением, чем реально. Ну, конечно, надо в натуре смотреть. Смотрите, даже при съёмке меняется чуть-чуть освещение, даже когда ближе подводишь. Вот можно посмотреть мазки, каким мазками писал. Видите, везде разные мазки. Вот смотрите, облачка, ёлка, одними мазками написано. Потому что фактура, фактура везде разная. У каждого предмета своя фактура. Облачка другое. Небо вот такое вот более сглаженное. Мазки, веточки такие. Они ветковые, да. Они такие небрежные. Они, ну, как они растут, вот так вот небрежно. Да, сугробы такие наваленные. Видите, мазок. Мазок очень отличается всегда в каждой работе. Нельзя написать одним мазком. Всё, видите, забор такой прямолинейный. Такие линии, потому что, ну, это же доски. Это прямые доски забора. Вот и опять ветки. Вот такие вот шебуршашие веточки. Ну, вот такая вот, собственно, у меня работка. Вот эти вот две ели. Надеюсь, всем, всем, всем понравится. Всего самого-самого хорошего. Как я говорил, ставим лайки, подписываемся на канал. Пишем комментарии обязательно. Очень важно и интересно читать ваши комментарии, ребята. Всего хорошего. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...